Это было очень спонтанно. Он просто ехал на автобане ко мне. Съехал с автобана в какой-то город, в какой-то ювелирный Алисен Гугль Зухт купил мне вот это вот замечательное колечко. А мы когда снова познакомились, когда была корона, ну что сделать, никуда. И мы поехали на рай, и мы с ним как бы наткнулись на одно дерево. И я ему говорю, смотри, какое красивое дерево, давай тут стоит. И вот мы стояли около дерева этого, и мы сказали, это наше, наше красивое дерево. И предложение он мне сделал у этого дерева. Он просто приехал в среду, забрал меня с работы, а он уже подготовился. Купил колечко, купил зек, купил стаканчик, и все в кустиках там спрятал. Договорился с моим сыном, чтобы он посидел с маленькой. Задал мне с работы, и мы с ним пошли гулять. Мы подошли к нашему дереву, он начал с ним разговаривать, и потом ни с того ни с сего. Он вытаскивает кольцо, и я была в шоке. Он вытаскивал из кустов шампанское, стакан. Мы с ним в английском. Ну, я, конечно, не сказала, да, я была и в Вельдии, у меня там эмоции. Он говорит, сейчас еще поем в ресторан, покушаем. Мы приехали к ресторану. Я такая еще вся, вау. Открываю дверь. Вообще передо мной ничего не вижу с машины. Оля и Артур приехали в Бонн к нам за вот эти вот 300 километров, чтобы отметить с нами этот такой вот день. Для меня вот это был такой эмоциональный момент, что я увидела, что друзья приехали оттуда вот сюда, меня еще толком не зная, я ей сказала, ты будешь моя, право, цело, и любви. Вот такие вот моменты он мне дает, за это я его люблю, ценю, уважаю.